Всем привет! Сегодня у нас начался ремонт кухни. Сейчас покажу, что мы здесь набомбили, разбомбили. Быстрый обзорчик, ну и немножко того, что мы будем делать и что планируем сделать. Сейчас уже дополнительно ко всему тому, что уже отснято, я нанес малярную сетку, стекловолокно на данную стенку, потому что плохо мне, возможно, будет держаться. Но, как обычно, я сделал, чтобы все держалось хорошо. На степлер пробил, сетку прикрепил. Начал я с того, что для начала подготовил доски для кухни, потому что доски у меня кончились. И на видео вы увидите остатки. На самом деле, досок я заказывал достаточно много, где-то, наверное, около куба у меня в общей сумме вышло. По цене доски я также уже рассказывал, что это было где-то в районе 6 тысяч рублей. Дроски стругал я сам. Взял электрорубанок у своего тестя. Доска используется со сна, естественной влажности, как было сказано. Заказывал вроде как первый сорт, но по факту там скорее 50 на 50 оказалось. Поэтому онлайн заказы, но я бы, наверное, все-таки не советовал всем подряд делать. Лучше сходить, выбрать, посмотреть, что там есть в наличии, и, наверное, заказать память в каждую доску, прежде чем доставлять к вам. Самая жесть меня ждала, на самом деле, на кухне, когда я пришел туда, начал пытаться вынести эти шкафы, но не смог. Было принято быстрое решение разобрать его полностью в шкаф. Шкаф оказался непростой, потому что в шкафу у нас, вероятно, всего и предыдущих хозяев жили здесь тараканы и другие жильцы. Поэтому был удивлен большим количеством сухих животных, которых нашел. Надеюсь, живых у нас не окажется, по крайней мере, за то время, пока мы здесь живем. Уже с октября месяца ни одного пока что не увидели. Шкафы эти, наверное, не знаю даже куда использовать. Мне единственная мысль приходит, может, построить какой-нибудь животноводческий маленький комплекс. Для курицы или еще что-нибудь, потому что другое назначение для этих шкафов я не вижу. Для того, чтобы освободить место для новой мебели. Новую мебель я буду делать сам, как я уже рассказывал в предыдущих видео. Полностью из доски и дерева. Что ж, остальную мебель, которую смог я перенес в нашу столовую, кухню. Там у нас будет пока что временный склад вещей. Этот шкаф я тоже не смог вытащить, поэтому было также принято оперативное решение просто перенести его к стеночке, подвинуть. На видео уже видно, я оборвал часть обоев от плитки. Отрывал очень просто. В одном из видео мне посоветовали намочить обои с помощью разбрызгивателя и таким образом их отрывать. Очень хорошо помогло, но вот эта вот желтая обоина, она оказалась удостойкой. И, к сожалению, ее я не смог таким способом отрывать. Поэтому пришлось ее просто ковырять и ножичком, и шпателем. Остальную часть обоев мне помогала отрывать жена. На видео, к сожалению, все не вместилось так же. Но, тем не менее, плитку мы решили, наверное, оставим как есть. Дальше я покажу, что у нас получилось по итогу. Из того, что мы разобрали. Черные швы на плитке мы затрем, наверное, затиркой. Вроде как мне посоветовали, есть такой материал. Можно сделать, будет беленьким их. Это уже второй день у меня пошел ковырянием. Каждый день, к сожалению, с утра до вечера ковыряться не могу. Дом оказался очень-очень старый. Но доски сами по себе, в целом, более-менее, они нормальные. То есть, их можно использовать даже вот сейчас на видео. Видно с левой стороны, что доска в целом, она сухая и не гнилая и цельная. Да, конечно, она может быть пересушенная. Но, тем не менее, сейчас... Итак, что сейчас у нас здесь творится? Оборвали обои. С потолка обои тоже оторвали. Потому что изначально мы их, вроде бы, не хотели отрывать. Но потом я вспомнил, что мы все равно будем потолок менять. Но старые обои кусками висеть тоже некрасиво. Поэтому принял решение оборвать обои. Старый косяк, вероятнее всего, будем заменять. У меня есть доски заказанные. Вот этот косячок, который у меня сейчас с откалпленной краской. Я его, наверное, буду менять. Стенку, которую вы видите у меня сейчас с правой стороны, с кусками обоев, мы ее будем сносить. Но пока мы ее не снесем, мы ее, наверное, зашпаклюем на быструю руку, чтобы было более-менее, хотя бы, так симпатично находиться там. Здесь, продолжением подоконника, у меня будет проходить моя столешница. Столешница будет по высоте где-то около 75-80 сантиметров. Ширину 60 сантиметров. Оказалось, что у нас потолок протекает, и будем его менять. Потолок будем расширять, поднимать высоту. Геморрой тот еще, но взялся заглушник, говорит, что не юж. В общем, пока мы ковыряли, у нас еще и стала плитка отваливаться. Часть плитки, которая у меня отходила, я ее отколупал. Теперь вот думаю, на что ее прилепить обратно. То ли на штукатурку ее лепить, то ли сходить купить жидкие гвозди. Пока я все просто отложил в сторонку и думаю, что делать с этим дальше. Вот, обои я выношу на задний двор. Летом, как у меня наберется машина, мусора, я, наверное, соответственно, закажу машину и вывезу весь мусор. Пока я решил собрать, на сегодняшний день, вернее, все, у меня ремонт закончен. Решил собрать мусор, чтобы вынести его на задний двор и подготовить территорию для ужина. Должна скоро прийти жена, и мы будем готовиться к ужину и к отбою. Всем, кому понравилось видео, как обычно, ставьте лайк, пишите комментарии, давайте свои советы. Не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok